Всем еще раз здравствуйте Вот те кто ко мне пришел на консультацию сам Как они проходят весь путь Нашли на ютубе ролик Обычно когда у кого-то У самого или родственника Проблема с костями, с переломом Нашли видео Посращивали, посмотрели Сделали, получили результат Прифигели Пошли смотреть дальше, пошли читать дальше Дорвались до сайта, почитали Поняли о чем Потому что меня хорошо понимает Либо врач с большой практикой Либо Меня понимает пациент С большой практикой Который от медиков ни хрена не получил Узнал много, но ни хрена не получил И который теперь о своем организме Знает больше Чем его лечащий врач Вот такой человек меня понимает хорошо И эти люди соответственно Да, ко мне идут И они знают за что они платят деньги А тот, который проходил по улице Не, ему такое не надо Еще раз Половина этих интернетовских рецептов Там вообще все четко можно поделить на Несколько частей Первое То, что с медом Раз Второе Это перевранные Народные рецепты Перевранные Извращенные Вывернутые наизнанку И куда опять же Либо молока добавили Либо меда Либо еще дерьма какого-то И которые соответственно Поэтому не работают Перевранные мои рецепты И в дохреннейшей Сегодня в интернете Моих перевранных рецептов Которые опять же Для этого работать не будут И что же вот так вот уже Ну и соответственно Мои рецепты Все И там Народ привык Надо взять там огурец Натереть на терке Добавить там пару ложек Значит меда Насыпать туда корицы Будет вам счастье Почему меда Почему не патоки Патока лучше Она вытягивает Она хотя бы как связующая работает Нет Есть хороший рецепт Например Для детей Берется кукурузная мука Лучше всего именно кукурузная мука Берется мед Желательно туда Добавить топленого масла Замешивается на этом Хозяйстве тесто Делается из этого Вылепляются кружочки Блинчики плоские Только не жарятся А наклеиваются на ребенка На область груди Они работают как горчичники Они тоже греют Только меньше Чем горчичники Но вот именно этого Как раз таки Никто делает Потому что это нигде не написано Как-то так Среди детей лепешкой лечили в 90-е Да Вот Сейчас вспомнили Да Но заметьте В интернете этих рецептов нет Так Лецитин соевый Подсолнечный Разница есть Разница есть То что я видел Разница в степени очистки Обычно А так По большому счету нет С точки зрения химии Нет Фосфолипиды Они и в Африке Фосфолипиды Ваше мнение О борсучьем сале При проблемах с легкими Я уже рассказывал При проблемах с легкими Почему Нужен Жир Животный Собачий Не работает Борсучий Говорят Лучше работает Не знаю Почему он лучше Собачьего Я не знаю Почему он лучше Сала Свиного Но Почему Работают Животные жиры Я уже объяснял Потому что Это Холестерин Животный жир Это холестерин Холестерин Это клеточная Мембрана А легкие Это одна Большая Мембрана Фактически Скомканная И представляет Из себя Вот Паралоновую губку Соответственно Когда идет Проблема С легкими Идет поражение В первую очередь Мембрана Способность Легких Именно работать Как мембрана Потому что Там где-то идет Воспаление Там соответственно Где-то отек Где-то идет Замещение Соединительной тканью Там уже Финиш Соединительная тканин Мембрана Где-то Значит Срастаться Начинаются Спаечные процессы Стенки Начинают Срастаться И соответственно Там опять Уже ничего не работает Возникают Места Где Не работают Целые отделы Легких Из-за спаечных Процессов Отеков Ну и соответственно Если у организма Достаточно Строительных материалов Для обновления Мембраны Ему легче Наверное Себя Восстанавливать Вот и все дела Благодарю За рекомендации По заживлению Ран Работает Зарастает Буквально На глазах Спасибо Пожалуйста А по началу Я сыпал Этот перец Себель Ну так При случае В рану Например Или там В лес Ходил Обувь намокла Несмотря на Крутые трекинговые носки У меня на пятке Мозоль образовалась До дома Доковылял Пришел Мозоль Значит там Надрезал Лепесток Убрал Жидкость Выпустил Туда Насыпал перца Лепесток Кожи обратно Накинул Все это дело Пластырем Залепил Ну да Было весело И жена Ещё спрашивала Ты уверен Что тебе надо За перцем Да Сыпь Точно Сыпь Перец Туда Да Орать будешь Ты сыпь А там посмотрим Она сыпала А я шипел Она приклеивала А я шипел Сейчас вы этим хозяйством Пользуетесь Зато я могу смело Говорить Что ребят Это не так страшно Зато классно работает И своим детям Я это хозяйство Сыпал Потом вам говорил Ребята Это не страшно Это нормально Это работает Это всё Через мою шкуру Пропущено Я прихожу К сестре Мой племяш Её сын Там Только что Пытался во дворе Отловить кошака Кошак ему Расторапал Хорошо вены Не вскрыл Всё запястье Этот орёт Кровище течёт Я его Хватаю за руку Ушли Сестра Ты его куда Лечить буду Ага Ну ты лечи Я всё это дело Промываю под краном Просто водой Открываю Просто холодный кран Промываю ему руку Чтоб было видно Где там Чего Открою Просто труёй Возле Этот орёт Я держу Перец Давай сюда Перцем Всё это дело Засыпал Саня Алой Возьми Срежь С плоской стороны Шкурку Ага Так сюда наложили Так вот это зафиксировали Сейчас алоэ всосётся Выкинет Через полчаса Алоэ выкинет Всё Всё зарубцевалось Ещё раз Уличный кошак Когтями Распорол руку Ни воспаление Ни нагноение Через 12 часов Всё зарубцевалось Тоже сыпал перец Распоролил Железяко руку Ещё на прошлой работе Да Чем эффективнее Закрыть Дефицит Меди В организме Этой самой Свёклы Свёклы На каких паразитах Заточены Мим На филярии В первую очередь Против филярий Филярии Рас Все Филярии И Соответственно Молодняк Обычных Глистов Которые Путешествуют По кровотоку Филярии У нас изначально характерны Своими размерами Обычные Глисты Характерны Своими размерами Тем, что там Это скотина Свежевылупившаяся В состоянии Пройти сквозь стенку Кишечника И стенку сосуда Попасть в кровоток Путешествовать В кровотоке Оседать в каких-то Органах Там Соответственно Начинать гавить Ваше мнение Почему актерам Режиссерам Старой школы Никто не помогает Не лечат Умирают Друг за другом Или все идет По плану Ну вот смотрите Ну например Когда Абдулов Умирал от рака Петрович Звонил Звонил У него был Он был знаком С Абдуловым Он звонил И говорил Что может Вылечить Бесплатно Все отказались Абдулов Уже был неадекватен Его уже посадили На опи Опять Ему кололи И за Абдулова Все отказались Сказали Нет не надо Начинают Его родни Заканчивая Друзьями Петрович Несколько раз Звонил Ребята Я вылечу От вас Ничего не надо Вы только мне Позвольте Я вылечу Нет спасибо Не надо До свидания Почему Это друзья И родственники Когда Янковский умирал Янковского Рак Желудка Петрович Точно так же Мог его вылечить Рак Желудка Вылечить Но пока Там на печень Не перекинулось Пока на кишечник Все это не переползло Там Не сложно Проходной орган Один из самых Желучих Можно было Вылечить Можно Янковский Что Отказался Сам Сам отказался Нет Меня врачи Будут лечить Когда Стало Поздно И он Вроде Я Это Там уже Было Все Там Было Уже Поздно Там Уже Метастазы В печени Там Уже Все Здесь Все Просто Понимаете Когда Кто-то Тяжело Заболевает Он Сам Боится Взять На себя Ответственность Раз Тем более Боятся Брать На себя Ответственность Его Близкие Родственники Самый Простой Способ Избежать Ответственность Это Переложить Все В ручки Медикам А медики Делают Просто Когда в ручке Ответственность Перекладывают Они Делают Так Хопа Теперь Я ручки Вымыл Перчаточки Надел Так Теперь Больной Давайте Я вас Осмотрю Понятно Все Врачи Ответственности Не Несут Медицина В общем и целом Ответственности Не Несет И никто Не хотел Брать на себя Ответственность Хотя Все Понимали И по Янковскому И по Абдулову Что там Все Никто Не хочет Ответственность Нести Что скажете Про Иглу Калова Не уже Говорил Китайская Схема Точек К Европеоидам Как Не Относится У Европеоидов Совсем Другая Схема Точек Поэтому Не работает Всем Спасибо Что Пришли Всем Здоровья Всем